Затянитесь как можно шире и скажите кому-то, что вы любите в Господе, и благословите Его. Благословите! Благословите! Аллилуйя! Слово Божье дало нам власть Благословлять Не только быть благословленными Но мы благословлены, чтобы быть благословением И это больше, чем просто слова Да благословит вас Господь, понимаете? Это включает в себя намного больше, чем слова, которые вы говорите, когда человек чихает Будьте благословлены Намного больше Очень важно, что это должно стать реальностью в нашей жизни Что благословение Господне Благословение Господне Это все для Бога Для Бога это все И мы сегодня поговорим об этом еще Аминь, аллилуйя Отец, мы благодарим Тебя и прославляем И благодарим Тебя во имя Господа Иисуса Христа Мы вкладываем это слово в свои уста, и мы провозглашаем его во имя Иисуса Ты первый произнес свое слово, и мы повторяем его за тобой Мы высвобождаем нашу веру, чтобы принять стократный урожай в отношении посеянного семени Чтобы продолжать быть добрыми и щедрыми в Царстве Божьем И мы благодарим Тебя за это Мы воздаем Тебе хвалу и благодарение за это Во имя Иисуса Слава Богу Откройте вместе со мной Евангелие от Луки Я хочу очень быстро вам кое-что показать Пятая глава Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божье А он стоял у озера Генесарецкого Люди теснились, чтобы слышать Слово Божье Увидел он две лодки, стоящие на озере А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети Эти рыболовы не теснились, чтобы услышать Слово Божье Оно до них лишь доносилось Они работали До этого они работали всю ночь, а теперь они вычищали свои сети Войдя в одну лодку, которая была Симонова Он просил его отплыть несколько от берега И Сев учил народ из лодки Когда же перестал учить, сказал Симону Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова Заметьте, сети Во множественном числе Сети Скажите, сети Не сеть А сети Вы поняли? Хорошо Симон сказал ему в ответ Наставник Мы трудились Всю ночь И ничего не поймали Но по слову твоему Закину Сеть Сеть А теперь внимательно слушайте Иисус Все время Действовал В благословении Авраамовым В 10 главе книги Притчи сказано Благословение Господне Оно обогащает и печали с собой не приносит А теперь Уделите время тому Чтобы открыть сноски к Писанию Или посмотреть симфонии Слово Трудиться Это то же самое слово, что и печаль В 10 главе книги Притч Трудиться, чтобы выжить Было первым проклятием, которое пришло на человека Что он будет есть хлеб в поте лица Но для народа Божьего Эти дни закончились тысячи лет назад Но прислушайте, что говорят люди Я зарабатываю на жизнь Я зарабатываю деньги Я организовываю сделки Я человек, создавший сам себя Что ж, это вавилонская система И образ мышления Благословение Господне Обогащает Не закрывайте это место и откройте 72-й псалом Да, 72-й псалом И 12-й стих И вот Эти нечестивые Благоденствуют В веки сём Как они благоденствуют? В веки сём Они не благоденствуют в Боге Это не благоденствие Господне Даёт им процветание Они процветают в этом мире Они процветают Но они процветают В этом мире Умножают богатство Хорошо А сейчас Откройте 10-ю главу книги притчи Ещё раз И прочитайте 22-й стих Благословение Господне Оно Обогащает И печали с собою Не приносит Оно не приносит с собой Тяжёлого труда в поте лица В благословении нет печали Почему Бог так поступает? Он взял на себя Наши печали И понёс наши боли Хорошо Вернёмся к истории Из 5-й главы Евангелия от Луки Одним из тех рыбаков Был Пётр И Пётр владел Половиной этого бизнеса Он и Завидей Были партнёрами В рыболовном бизнесе И у Завидея Было два сына Иоанн И Иаков Им следовало бы знать Если бы они в синагогах Проповедовали О благословении Авраамовым А не о человеческих традициях И религии Они бы знали кое-что получше Чем то, что они делали Но они просто плавали Чтобы ловить рыбу Так, как это делают в мире Они трудились в поте лица Пётр сказал Мы трудились всю ночь И мы ничего не поймали Но по слову твоему Закину сеть Он не сказал Я буду действовать По твоему слову Потому что ты сын Божий Для него он ещё не был Сыном Божиим Он был проповедником Раввином Он назвал его Рави В синодальном переводе Библии сказано Наставник Но он назвал Иисуса Равви Он уважал Иисуса Но всё же Он трудился всю ночь И ничего не поймал Он профессиональный рыбак И он знает, что на озере Нельзя ловить рыбу днём Потому что вода прозрачна Как в ванне Она такая чистая Что если закинуть сеть Рыба увидит её Прежде чем сеть коснётся воды Это просто её распугает Поэтому нужно ловить рыбу ночью Но они всё равно ничего не поймали И в конце концов Что знает этот Рави О ловле рыбы Некоторые Равина знают Некоторые нет Но этот Равин Не должен знать о ловле рыбы Он знает о благословении Он знает рыбу Он не знает о рыбе Он знает рыбу И Пётр думает, что знает, что произойдёт Исходя из своего опыта Иисус знает, что произойдёт Потому что это было открыто ему Духом Святым Вы можете действовать на одной из сторон Вы можете оставаться во тьме И продолжать действовать Исходя из своего опыта Или же вы можете перейти на другую сторону И быть ведомыми Духом Божьим Как был ведом Иисус Аминь Я хочу, чтобы вы обратили внимание На то, что произошло Верните ский в Англию от Луки Симон сказал ему в ответ Наставник, мы трудились всю ночь И ничего не поймали Но по слову твоему закину сеть Только потому, что ты хочешь Я закину сеть Подождите минутку Они, выйдя из лодок Вымывали сети Запомните это Сделав это, они поймали великое множество рыбы И даже сеть у них прорывалась Почему? Она была гнилой Ее уже нужно было выбрасывать Петр все равно не рассчитывал Ноулов Я отплыву с этим проповедником На середину озера Несколько раз заброшу сеть Удовлетворю его желание порыбачить Он хорошо проведет время Я вернусь и заброшу эту старую Износившуюся сеть Под сиденье в лодке Я не хочу брать хорошую сеть И забрасывать ее Мне придется снова ее мыть Я не спал всю ночь Мама уже приготовила завтрак И я направляюсь домой Аминь Но Петра ждал сюрприз Вся рыба в Галилее собралась к его лодке А у него не было нормальной сети И та сеть порвалась не из-за чуда Эти сети были сделаны не для того, чтобы рваться В Слове Божьем есть другие случаи Например, в Евангелии Таана Когда они поймали много рыбы Так, что не могли вытащить сети Но они не прорывались А как насчет других сетей? Те другие люди подплыли И наполнили свои лодки Включая лодку Петра Почему их сети не порвались? Они увидели, что произошло И взяли хорошие сети Даже если их придется снова мыть Завтрак может подождать Вы видите, что здесь происходит? Он прекрасно знал Петр прекрасно знал, что нельзя Приносить человеку Божьему жертву с пороком Он прекрасно это знал Он еврей Он прекрасно это знает Именно поэтому Сделав это, они поймали великое множество рыбы И даже сеть у них прорывалась И дали знак товарищам Находившимся на другой лодке Чтобы пришли помочь им И пришли и наполнили обе лодки Так что они начинали тонуть Сеть не прорвалась На этот раз сети были хорошие Но увидев это Симон Петр припал к коленям Иисуса И сказал Выйди от меня, Господи Потому что я человек грешный Он знал, что сделал И это его задело И он почувствовал осуждение за это Но Иисус ничего не сказал ему Он просто стоял и смеялся Он не мог пасть к ногам Иисуса Ноги Иисуса были покрыты рыбой Петр припал к его коленям И рыба била его по лицу И бедный Петр Он не поймал ни рыбины Это был самый большой улов в истории Галилеи Но он ни одной рыбины не поймал Отойди от меня Я так поступил Я принес глупую жертву Я забросил эту сеть С пороком Пытаясь одурачить человека Божьего О, это мучило Петра В хорошем смысле это его мучило А Иисус стоял там, улыбаясь Ибо ужас объял его и всех Бывших с ним от этого лова рыб Ими пойманных Также и Иакова, и Иоанна Сыновей Завидеевых Бывших товарищами Симону И сказал Симону Иисус Не бойся Отныне будешь ловить Человеков Разве вы не видите улыбку на его лице? Иисус стоит там и смеется Как Петра по лицу хлещут рыбы А Петр расстроен Ему обидно Аминь А Господь утешает его Но Петр все равно не поймал ни одной рыбы Он по грудь в рыбе И не поймал ни одной из них Почему? Потому что Его пожертвование То, что он сделал Было плохим Что здесь происходит? Его труд Был основан на страхе Он трудился всю ночь и ничего не поймал И он отгонял эту рыбу Но когда высвободилось благословение Оно привлекло множество рыбы Благословение Господне Оно обогащает И печали с собой не приносит Аллилуйя Вы же не думаете, что они съели всю ту рыбу Не так ли? Вы понимаете, что те иудеи были в рыбном бизнесе Существовал рыбный рынок И те люди тогда преуспели Почему? Потому что благословение Авраамова на Иисусе Было высвобождено в их жизнь Почему? Потому что Иисус использовал лодку того человека по имени Петр Это было хорошее пожертвование Просто Петр не понял, что это было Но Иисус использовал его лодку И Петр согласился с этим И тогда Иисус пошел дальше и сказал Закинь свои сети А Петр закинул одну Всю порванную на куски И потом Петр начал кричать Он звал своих друзей Сюда, 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 быстро сюда Они приплыли И оказались прямо в гуще рыбы И даже лодки начали тонуть Вот сколько было рыбы Пришлось ли им много трудиться в поте лица? Не они трудились, брат Они ловили рыбу Нет, тяжелого труда в поте лица не было Не было У всех на лицах была улыбка Это было время урожая В Галилее Аллилуйя Вы Семя Аврамова Через Христа Иисуса Через Христа Иисуса Через Христа и Кан perception Испайт Продолжение следует...